Согласитесь, та семья счастлива, в которой супруги спустя годы семейной жизни могут чем-то удивить друг друга. Необычная ночь обычной семьи. Надо спать. А я не понял. А что это было? Ира! Какого хрена, Ира? Вставай! Что случилось? Что случилось? Ты пошла и бахнула конечку? Какой конечок? Вова, ты разбудил меня, чтобы свой сон рассказать? Ты больный вообще! Да я реально... Ты реально больный? Спи! Завтра рано вставать. Может, в самом деле показалось? Все, спать. Пусть... Пусть... Все же... Шо, опять показалось? Так, все, вставай, Ира, встань, встань, я сказал. Шо, шо, уже пив все мог? Яких пив сьомого ты ходишь пити коньяк? Який коньяк, Вова, ты достав меня, шо ты творишь, а? Шо я творю? Спать хочу, але це... Так спи! Та це не сон! Вова, конечно, це не сон. Ну, тебе дергаються так вот постоянно. Вовочка, я тебе умоляю, дай мені виспаться. У мене из-за тебе каждое утро от такая голова. Из-за мене? Да. Хорошо, я понял. Так, а ну-ка. Всем привет, це мій блог. Называется «Мой муж сошел з ума». Ситуация такая. Моя жена. Кожна ніч стає, пожалуйста. Иде, знаете, куда иде? Иде до холодильника. Открыває холодильник, пожалуйста. Достає коньячок. Наливає коньячок, естественно. Випиває коньячок. Стави назад в холодильник. Иде назад в постель, как будто нічого не бувало. А я-то не замечаю, потому що я сошел з ума. Короче, колокольчик там, лайк ставьте, подписывайтесь. Вот это снято. Ира, нам надо серьезно поговорить. Чуєш, Ира? Ира, не то вставай давай. Что, что, уже при всьому? Ты при всьому, ты цілу нічклащешь коньяк. Ты нормальная. Вова, ты достав мене со своим коньяком. Что происходит, а? Что происходит? У меня в этот раз доказательства есть. На. Что, что ты мне показываешь? Тут нічого не видно. Оцей силуэт, это ты. А вот это, Вова, это ты. Вова, что с тобой? Ты что, пив? Я? Нет, я. Это, Ира. А ну, дыхни. Да, на. Не, ну я ж чую, коньяк есть. Естественно. Вова, давай так. Если ты уже встав, хряпнул пиесяшку. Я сейчас на это все закрию глаза. Ну не доведи Господи, чтобы я их открыла раньше, чем пив сьомого. Ты меня понял? Ты понял? Да. Спокойной ночи. Не дасть. Охренеть. О. Алло, Алешка. Вибачь, что так поздно. Ты же этот психиатр, да? Короче, жена ночью ходит. Та не, не туда, просто ногами. Не, не у меня знакомого. Не. Что делать в этой ситуации? А? Тазик. Да, есть тазик. Да, есть. Водичка, да. Холодно. Да, понял. Так, что ставим тазик под кроват. Так. Водичку наливаем. Так. Ага. Есть. Все, я знакомому так и передам все, да. Спасибо. Выбачь, что поздно, Алешка. Выбачь. Ага. Давай. Ну. Мы от него ждем. Давай, 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 давай. 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 Куда ты? Ёма. Ты куда? Твою мать. Добро пожаловать в наш ресторан. А мы прям у вас, если честно, уже заждались. А вы сегодня одна? Ну, как всегда. О, а вас обслужить, вы же тоже самое. А, вы сама. Ну, тогда я поддержу компанию. Как говорится, третя за любовь. Ну, можно и нычока есть, да. Девушка, а что по поводу танца? Может, танец? А куда вы идете? А, куда вы меня ведете? А, сразу в кровать? Ну, и огонь, конечно. Ну, давайте. А что мы сели? Что, мы же до третьей и четвертой не ложимся уже, чи что? А, все-таки встаем. Танец будет. А, че-че-че-че. А что вы не танцуете? А что вы не говорите за мной? А что вы не смотрите на меня? А, потому что вы зомбі! А, зомбі, зомбі, пожалуйста, не ешьте меня. Не отпустите голову. Я отдам все, что есть в холодильнике. Зомбі, пожалуйста. А если вот так? Охренеть, ми ще курим. Ну, я, как человек не курящий, бахну коньячку. Ну, мадемуазель, говорится, за ваше здоровечко. Правильно. Пожарная безопасность прежде всего. А вы уже уходите. Ну, счастливого пути. Ни хвоздя, ни жезла. Как говорится, на коня. Ого, ты что, охренел? Что это за фигня? Что это за фигня? Да что тут происходит? Ирочка, я сейчас все объясню. Тазик, на тот случай, если ты вдруг проснешься. Проснусь и побачу вот это. Ты что, зверюга, безсмертный или что? Боже, да я же объясняю. Ты что, курил? Нет, это не я. Нет, это я. У меня астма, а он курит. Ирочка, короче, это, конечно, сложно поверить. Это невозможно поверить. Вова, что с тобой, а? Что мне тебя привязывать, чтобы ты не бухал по ночам, а? Да, да, да я объясню это. Я не хочу никаких объяснений. Все, поговорим утром. Встала, блин, водички попить. Не глянь, воно ще и бичечок кинуло в рюмочку, а? Скатабаза. Может налить? Я сейчас налью. Банкет окончил. Година так просто не даст не поспать. Бухая. Тазики воно ставит. Больный на голову. Лечить тебе надо. Ребята, ну вы-то бачили. С кем ты там базаришь, алкаш? Спи уже. Тут заснешь, ё-моё. О, тёщу разбудили. Вера Степановна, а вы знали, что ваша дочка ненормальна? Ага. Встает, значит, среди ночи, иди до холодильника, открывает холодильник, достает коньячок, бери коньячок, наливает коньячок, выпивает коньячок, ставит назад коньячок в холодильник, закрывает, иди, как будто ни в чем не бывало, это самое спать. А что такое? Что такое? А ну, Стай, что такое? А вы куда идете? А у вас что, тоже кукушка поехала, чи что? Так, давайте, чтобы вы башню не разбили по дороге, я вас рядом с дочерью положу, потому что все больные должны быть в одной палате. Давайте, чуть-чуть, давай, свинечку. Аааа, ты! Ты что творишь? Алкаш, ты нахерена маму сюда принес? Аааааааааа! Руку убрал! Ты на поводами, твои сладо извращаться! Я сейчас, по Витению, вызову. Девушки, пожалуйста! Каждый человек, когда вырастает, мечтает реализовать свои детские мечты. Но детские мечты имеют срок годности. Например, если вы решили утереть нос бывшей подруге и прикатили во двор на новом велике, это не очень хорошая идея, если вам 32 года. И у ее дочки точно такой же велик. Поэтому, если вы во взрослом возрасте решили реализовать свои мечты, будьте готовы к сюрпризам. Добрый день. Здрасте. Света Пирогова. Да. 90-я школа. Да. Помнишь меня? Нет. Ну, Саня Сапогов. Кто? Ну, одноклассник твой. Да. У меня еще папа сантехником работал. Вы с ребятами прикалывались, меня Сашка Вонючка называли. А, Сашка Вонючка, ты, ну, проходи, что ты стоишь. Спасибо. Ну, как ты, что ты, как дела? Спасибо, Свет. Все хорошо. Ага. Я тут подумал, помнишь, нам было по 16 лет, на дворе стоял теплый май. Да. Я долго не решался, а потом признался тебе в любви. Да. Ты сказала, пойдем целоваться в туалет. Да. А там уже наши одноклассники поджидали и макнули меня головой в унитаз. Ну, да, но это же была такая шутка, вот этот пранк. А потом я с мокрой головой еще раз тебе в любви признался. Да. И ты сказала, что переспишь со мной только за миллион долларов. Да. Вот деньги, раздевайся. В смысле? В смысле? В 16 лет я пошел работать на завод. В две смены. По выходным я уезжал на заработки в Польшу. По праздникам в Чехию. В свободное время я занимался репетиторством. Я копал людям огороды за деньги. Я разводил кролей. Чтобы не тратить время сна впустую, я совмещал его с попрошайничеством в метро. Я экономил на всем. Я ел один раз в неделю, Свет. Потом я начал торговать ворованными яблоками. Потом я начал воровать те же яблоки и продавать их тем же людям. Меня били. Но яблоки покупали. Так, Света, я и заработал часть миллиона. Ну, а потом чисто случайно стал депутатом и заработал оставшиеся 999 тысяч долларов. Так что, Света, снимай трусы, сейчас будет секс. Ты знаешь что? Что? За мою жизнь куча мужчин пытались вот так меня купить. За коробку конфет, за букет цветов, за машину, за сережки. И я всем говорила, нет, нет, да, нет. Если ты думаешь, что я сейчас просто возьму и такая, вау, привет. Да, все как договаривались, миллион долларов, Свет. Это чеки, это реально миллион. Миллион? Миллион. Офигеть. Ой, ну не зря тебя мы вот это, вы не до золовой макали. Ну ты смотри, как характер закалился. Света, там больше в холодильнике мне или собаке? Хотя, я уже съел ее. А ты кто такой? Леш, ну ты че, ну это ж, ну это ж Санек, наш одноклассник. Ну ты ж еще его головой в унитаз макал, ну Санька. А ну подачи, подачи. Подачи, подачи, подачи. Подачи, подачи, подачи. А Санька, вонючка! Привет, как дела? Ну я бы на твоем месте так не радовалась. Этот человек предложил мне с ним переспать за миллион долларов. Я все понял, Света. Сейчас я этому товарищу все объясню. А ты иди в душ и ложись. Александр, проходите, пожалуйста. Подожди, то есть ты не против, что я пересплю с твоей женой? Сань, ты пока заходишься, разбуваешься, я тебе по-мужски скажу. Отличный выбор, Сань! Леша, я тебе сказала, я с ним спать не буду. Даже за миллион долларов? Даже, даже за миллион долларов. Так, а ну пошли в ванну, у меня к тебе есть разговор. Так, Леша, я тебе сказала, я не буду с ним спать. Светочка, Светуля, свисюлька моя. Слушай, ну ради наших детей. У нас нет детей. Но за миллион-то можно купить? Как и хочешь, сколько хочешь. Хочешь рыжих, хочешь умных. А хочешь, купишь себе 20-летнего накачанного мальчика. Ты будешь его воспитывать, как хочешь. Я слова тебе не скажу. Я тебе сказала, я с ним спать не буду, все. Ладно, Сань, не сдаемся сейчас. Давай схему моего первого свидания берем. Короче, покупаем полтора хучерниговского. Только темного, это важно. Берем пачку полосатиков, только желтых, это важно. Берем пачку орбита, только клубничного. Схема рабочая. Нет, мне принципиально, чтобы она согласилась. Сань, я знаю все, что она умеет. Это я ее научил. Зачем тебе плохая копия, если есть оригинал? Так, что за шум? О! Что за шум? Елизавета Мухтаровна! Представляете, как в нашей свете одноклассник пришел? Предлагает ей секс за мульон. Подождите, он предлагает ей, я извиняюсь, секс за деньги? Да. Господи, слава Богу, батько не дожил. Все же на троих выгоднее получается, да? Так. А че мы все стоим? Че мы еще не лежим? Так, мама, я сказала, я с ним спать не буду. Все. Характер. Моя порода. А вы знаете, у меня тоже, кстати, был случай, когда меня мужчина пытался купить за дорогие подарки. А, а, Елизавета Мухтаровна! Во-первых, две полки сервелада, это недорого. А во-вторых, чуть не купила, это когда не получилось, а не тогда, когда получилось. Практически получалось. Подожди, что? Не, я не знаю, что я говорю, арать не надо, а во-вторых, а во-вторых, а я не буду. Кашляет. Он кашляет. Я сейчас на вас смотрю, у меня ощущение, что я сам себя второй раз головой в унитаз макнул. Я, наверное, пойду, вы извините. Стой, 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 подожди, подожди, давай, как мужики, сядем, мы выпьем пиво черниговского темного. Это важно, полтора-хожелтый полосатик. Спасибо, я не хочу. Да подожди, стоп, ты же не знаешь, мама, какой массаж делать, мама, мама же мы стоим, массаж ног. Ах, я не знаю. Это специальная техника, прям через туфли, чтобы ноги об мамины руки не запачкать. Да не надо, не надо, спасибо. Да не надо, все, я пойду. Да стоп, да не честно так. Я уже настроился на этот миллион. Ты сейчас уйдешь, что мне с этой финансовой эрекцией делать? Ладно, Светку не хочешь, хорошо, маму, ну ладно. Меня, я просто спросил. Купи квартиру у нас, покупай с нами. Вы что, дебилы? А тебе дебилы надо? Так мы будем дебилы. Так, хватит Леша, хватит мама. Я вас увидела, я вас услышала, я вас узнала. Спасибо, что ты открыл мне глаза на моих самых близких сволочей. Значит так, Александр, сейчас ты забираешь вот этот чемодан и уходишь отсюда, чтобы я тебя больше здесь никогда не видела. Через 15 минут встречаемся возле подъезда, услышал? Все, давай. Отошли отсюда, я вам сказала. Как гласит мудрость, хуже плохого врача может быть только хороший народный целитель. Но несмотря на логику и статистику, нетрадиционная медицина не сдается. Наоборот, количество всяких центров восточной медицины с каждым годом растет. Итак, в одном из центров восточной медицины. Здравствуйте. Ксарокс не працюе. Нет, мне не нужен ксарокс. А, вам фото на паспорт. Расчаствуйте, соседайте. Да нет, мне не надо расчаствоваться. Мне нужна акупунктура. Я, наверное, ошибаюсь, простите. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Все верно, все верно, все верно. Ари-га-то. Ари-га-то. Сидайте, ари-га-то. 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 Можливо, вам для настрою вонючки запалити, а? Вы имеете в виду благовония? Так-так, то что смертить. Нет, спасибо, не нужно. Дуже добре, что вы пришли саме в наш центр. Адже в этой сфере дуже много шарлатанів. А Схидная медицина – это найтонша наука. Один неверный рух и... Смерть? Нет, кишечник. Но не хвилюйтесь, не хвилюйтесь. Вы в руках профессионала. Что вас хвилюет? Мне сертификат подружка подарила. Ну, все как обычно. Усталость, недосип, боли в спине. Мы все решим. Да? Это все решим. Как сказал доктор Ли, на нашем теле тысяча точек. И, как минимум, одна должна ответить за то, что нам нужно. Как интересно. Конечно, китайская медицина эффективнейшая за нашу традиционную. Знаете, почему китайцев так много? Почему? Потому что в них нет наших лекарей. Никогда не задумывалась. Добре, добре, добре. Давайте почнем с бодерсти. Давайте. Зараз я нажму тут. Класс. Вы знаете, меня прям, прям бодрит. Прям очень бодрит. Прям энергия пошила, пошила. Нас вас пятьсот рэмэй. Да, сейчас сучки возьму. Ша? Доктор? Мне кажется, нет, мне не кажется, я не чувствую руку. Як не чувствуете? Ну, вот так не чувствую. А вы ж бодрите? Да, знаете, бодрит. Ну? Ну, руку я не чувствую. Можете как-то синхронизировать руки? О, начинается. Так, руки у нас тут, да? Ну, окей, попробуем натиснуть здесь тут. Ня! Ну, як? Спасибо вам, доктор, конечно, за оргазм. Но мне, вообще-то, нужна рука. Как я сказал, доктор Ли, с первого раза получается только как из фигня. Так, 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 дай подумать. О, давай. Так, шесть пальцев с предплечья. Сей пальчик, давай. Давай, давай, давай. Трешки меньший. Вот. Зараз я натисну. Ня! Ня? Шо? Мне теперь две руки отказала. А, але ж бодрит. Да, бодрит очень сильно. Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Ну, добре, зараз, почекай. Зараз ми все выправим. Давайте. Так, точка для функционування рук. Вы что, гуглите? Я просто уточняю. Я недавно працюю в цей апанакактуре. Что? Я кажу, недавно працюю в апанакактуре. Вы хотели сказать в акупунктуре? А я таки сказала, в апакактуре. Не, 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 не. Вувлекай меня, все. Зараз. О, все. Згадала, згадала. Треба просто одну точечку нажать и все. Водрость есть, 1200 на стил, иди сбоку. Руки работают, все хорошо, сейчас. Ну. Доктор, а как их теперь остановить? Так а что? Да? Ну ладно, зараз погуглимо. О, ну просто нажатая пить лопатку. Давайте. Все, нажму зараз на пить лопатку и... Это не лопатка. А вы знаете, где лопатка? Я знаю, где лопатка. Где лопатка? Где лопатка? Где она, лопатка? Ну, тут. Это не лопатка. Лопатка на спине. Я сказал доктор Ли. Мало ли. Все нормально. Руки функционируют. Руки есть? Все. Давай, 2200 на стил иди с Богом. Все. Что не так? Ну, шановна, ну вы что? Ну я между прочим тут а лицем сплю. Ну вы что? Вы что, не видите, что у меня ноги отказала? Може, они вас просто затерпли и все. Чую, какие проблемы, какие претензии к нам. Затерпли, да, затерпли. Ой, это же, напевно, боляче, да? А я не знаю, потому что я не чувствую, женок. Зараз, все, не кричи, зараз все будет. Как сказал доктор Ли... Что он сказал? Кто не падал, то и лох. Так, сейчас, ты не помнишь, где я тебе натискала? Под лопаткой. А ты что, под лопаткой, что ты хочешь, зараз все будет. Я знаю, что вы уходите. Нет, я просто набираю швидкость, чтобы разогнаться и вам помогать. Да я на вас суд подам. Ой, я тебя прошу, как ты туда дойдешь без них, а? Что? Китайский гумор. Все, 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 все. Зараз я помогу, дейки не рухайся и не вуркутитута, добре? Все, смотри, встаешь, помалень, коли встаешь. Руки работают, ноги работают, все. Три двести, да? Да вы шарлатанка, вы ни копеечки от меня не получите, и я сюда больше никогда не вернусь, ты меня поняла? Это что такое? Швидко ты повернулася. Все, добре, 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 зараз. Вы можете сделать так, чтобы все было нормально? Зараз, зараз, все сделаю, так. Не подкой близко до меня. Так, я одна точка на кинчику носа, только не нервуй меня, добре? Да вы уже нажимай, если пробудешь, я не знаю, что я сделаю. За три роги, нормально, просто так. Ты сама роги, за сумой. Все, что, руки работают, ножки работают, бодрость есть. Все, я уже ти. Что? Я уже ти. Ты знаешь китайское? Вот я. Да, все, все, не кричи, зараз поменяемо тобі мову. Так, як поменяти мову? Так, альт-шифт. А, блин, це ж не на комп'ютері, так. Так, зараз, 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 зараз. А, альт-шифт точно. Ня! Все, відключили китайскую мову. А, не тільки китайскую мову. Так, 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 так. Все, все, зараз, 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 зараз. Як казав доктор Лі, потрібно перезавантаження. Ня! Ах, так, так, так. Чекай, 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 чекай. Є одна точка, яка все відключає і відновляє. Так, 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 так. А, ах, так, так, так. Оп, я пішла. Ну, що там говорив твой доктор Лі? Ня! Бадріт? Ага. Ти що натворила? Бадріти, а? Я ж тебе хотіла допомогти, аж так. Ня! Тримай туди. Ня! Ах, ти ж дрянь така. Ня! Ах, ти ж. Ах, ти ж. Що ж ти робиш швидку в чісяти, на? Ня! А вот это ти вже зря. Ня! Ди сюди! Ти куди пішла? Дивіючи! Ти куди пішла? Ти куди пішла? Ди сюди. Ди сюди. Ня! Слухай, ты можешь рухать рукою, там у меня телефон, сзади телефон. Сто три, сто три набирай. Набирай сто три, сто три. Швидка? Центр Східної Медицини, так? Все, як завжди. Приїжджайте, сусюри. Тридцять сім. Давай, давай. Все мы любим мистические истории, особенно легенды о вампирах. Кто-то считает это вымыслом, но многие до сих пор верят, что они существуют среди нас. Не знаю, но у меня есть подруга, которая точно вампир. Во-первых, когти, во-вторых, красятся так, будто не отражаются в зеркале. А еще перед выпускным она спала головой вниз, ну, чтоб прическу не испортить. Ну, а сейчас мы поговорим о самых настоящих вампирах. Много веков назад в Трансильвании жил и правил Влад Третий Цепиш, известный как граф Дракула, вампир и губитель душ. Но мало кто знает, что и сегодня, почти 700 лет спустя, Дракула по-прежнему живет в своем замке и продолжает наводить ужас на всю округу. «А-а-а-а-а-а!» «Алло! Да, еду заказывали, да» «Прожарка какая» «Сама слабенькая, пожалуйста» «Не, не медиум рэр, просто рэр» «Да кровь, конечно, с кровью» «Чеснок ни в коем случае» «И эту, кровавую, Мэри, пожалуйста» «Да, спасибо» Доброй ночи, Владик. Ты уже проснулся? Проснулся, проснулся. Так. А кто гроб застилать будет? Доброй ночи, любимая. Я не поняла. А ты что, опять ночью жрёшь? Посмотри на себя, Влад. Ну куда тебе есть по ночам? А шо не так? Шо не так? Да ты когда в летучую мышь превращайся, ты взлететь не можешь. Ползаешь по полу. Я тебе говорю, однажды либо я на тебя наступлю, либо кот сожрёт, вот увидишь. Что и требовалось доказать. Два пролёта с подвала поднялся. Вот какая отдышка. Слушай, мне 800 лет, а я ещё... Да, Владик, ты ого-го-го-го, присаживайся, меня надо с тобой серьёзно поговорить. В общем, я тут узнала чисто случайно, пока ты спал. Прочитала в одной книжке. А ты в книжке? Комедия, интересно. Так вот, значит, я прочитала, что оказывается, если вампир кусает человека, то тоже превращается в вампира и может жить вечно. Ты серьёзно? Эти фантасты как напишут? Это надо было такое придумать. Эту книгу ты написал. Не помню я. Не помнишь, да? Владик, ну ты меня любишь? Я тебя, да, очень сильно люблю. Ну тогда, может быть, сделаешь так, чтобы мы с тобой были вместе вечно. Вечно, вечно, вечно. Ого, акустика какая, давай ковры постелим. Слушай, прям жутко аж эхо такое, да? Пойду я что-то недорогое в интернете пригляну. Стоять. А чё ты с темы спрыгиваешь? А чё, чё, я нормально. Ну? Чё, ну? Ну давай. На, чё, давай. Не понимаешь, да? А, просто как-то неожиданно. Неожиданно? Я тебе месяц сбрасываю мемчики с котиками надписью «Кусь». Давай, Влад, кусь! Ирусь, ну давай не сейчас, кусь. Сейчас это коронавирус, это социальная дистанция. Какой коронавирус? Ты пережил чуму, испанку, холеру? Какая вообще? О чём ты говоришь? Ага, тогда телевизора не было. Сейчас прям реально жутко. Руки не помыл. Пойду помою. Так, стоять. Кусай давай. Слушай, Ирусь, ну я прям это, проснулся, две гемотогенки съел и не голодный. Вот это комедия! Не голодный! Ты постоянно жрать хочешь? Час дня, солнце в зените, оно бежит к холодильнику, жопа дымится. А тут кушать не хочет? В чём проблема, Влад? Да нет проблем, просто мне надо как-то на ноги встать, как-то определиться с собой, кем я хочу быть, чем заниматься. Тебе 800 лет. Ты князь, мать его тьмы. Кем ещё ты хочешь стать? Да да, сейчас столько всего нового появилось, эти всякие баристы, барберы, вот эти блогеры. И это только на Б. Так всё. Даже не хочу слушать этот бред. Влад, я женщина, мне 33 года, моё тело лучше уже не будет. Да не торопись, может ещё вырастут. Тогда точно кусай. Ты вампир, глянь, какие зисечки себе тростил, сладенькие. Всё, всё, кусаю. Кусаешь? Кусаю. Да? Давай. Что это было? Всё. Что-то как-то слабенько. Это пробник на 150 лет. Это я типа бессмертна, да? Типа да. Ну, я ж, наверное, тогда пойду проверю. Выброшусь из окна, правильно? Да, подожди, подожди. Нельзя. У тебя ж это, группа крови вторая отрицательная. А это недели две надо ждать на превращение. Да и ты рыбу ела, там вообще пару месяцев. Так что ты в ела в шуна уши вешаешь, Влад? Ирочка, превращение вечно живущего вампира это серьёзный шаг. Серьёзнее даже, чем венчание. Вампир это не только вечная молодость. Это постоянно превращается в летучую мишу. Это перелёты, это джетлаг. Влад, я напомню тебе. Женщина, 33 года. Я уже практически превратилась в летучую мышь. Ну, это не прикольно. Ты постоянно просыпаешься в гробу. Да, но вечная жизнь. Ну, тебя все шугаются. Да, но вечная жизнь. Ну, нельзя есть чеснок. Да, но ве... В смысле нельзя чеснок? Что, вообще нельзя? Вообще нельзя чеснок. Ты даже зубчик нельзя один. Да нельзя. А в салатик этот, знаешь, сырок такой плавленый и на тёрке, и туда вот просто выдавить чуточку совсем капельку. Ни в коем случае. Хорошо, а если просто взять зубчик и так вот хлебушек натереть, вот так вот натереть, и потом стальце сыр, вот такой оп-оп-оп. Нет, так а ну выбрать сорта, всё? Нет. Всё, нет. Боли. А лук можно? А? Лук можно? Лук? Да. Лук, по-моему, можно лук. А, ну всё, тогда нормально кусай давай. А не буду кусать. Укусил я уже одну. 173 года душа в душу жили. И что, разошлись? Всё, нарёкся. Если кусаю, то только по большой, чистой и проверенной любви. Что ты лепишь мне, Влад? Ты два месяца назад на центральном рынке бабку какую-то укусил. Да, обдуманный поступок. Обдуманный поступок. Знаешь, какая у него вкусная кровянка? А мне нужен постоянный поставщик. Ты кота своего укусил. Кота, которого 400 лет кладку приучить не можешь. Это мой друг. Друг. Не, 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 не. Да, короче, Влад, ты кусаешь их направо и налево. Я знаю, всё, я знаю. Я нашла эту твою тетрадочку с шабашками. Ты кусаешь людей за деньги. Да сюда. Вот посмотри, кто тут у нас? А он Круз, конечно. Вот в чём секрет вечной молодости. Пропитут как тут. Естественно. Александр Пидан. Пожалуйста, ещё. Беда. Фу. Так вот у кого ты крови на каен насосал. Да! А ну хватит. Всё, я кусаю тебя. Кусаешь? Кусаешь? Сейчас превращитель. Давай, я так. Криво. Влад, блин! А, чё это? Ну что, это серебряная пуля в башке? Ну что ты творишь вообще? Просто врач сказал, что у меня холестерин. Да как ты смеешь? Это я типа ещё и жирная, да? Страшная, жирная, смертная уродина. Говорила мне мама, выходи замуж за оборотня. Сейчас пошла припеваючи. С ним и селфи можно сделать, и на пляжик выйти погулять. Только один минус есть. Постоянно пакетики носить надо. К этому можно привыкнуть, в отличие от твоей тупости. А чё, это я тупой? А то это ты тупой, Влад. 800 лет живёшь, так и не понял, что Румыния не самое лучшее место для жизни. Это я тебе как румынка говорю. Ну, знаешь, Евросоюз как ника. Евросоюз не хочет тебя укусить во мне. Ладно, укушу. Точно укусишь? Укушу. Это, блин, не могу я, когда на меня 400-летний кот смотрит. Кстати, он стрёмный прям. Ты хочешь быть бессмертной, а не 40 уколов от бешенства в живот. Так, котяра, а ну пошёл вон отсюда, теперь моя уйдет. О, господи боже, Карл. Ты зря с ним так. Он злопамятный. Теперь будет дудолить тебе в обувь вечно. Хватит дудолить мне в уши. Делай меня уже вечной, ну, Влад. Ну всё, Диана, ты готова? Да готова. Да ё-моё, чуть о самом главном не забыл. Ну что ещё? Я должна быть девственницей. О, прикольно. Ну не. Ты должна подписать договор с силами тьмы. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Так давай подпишу, господи, что ты пафоса нагоняешь, стринай на него. Хотелось как-то подчеркнуть этот момент. Подчеркнуть, давай уже, Диана. Чтобы всё серьёзно как бы. Перу тебе, пожалуйста. Давай, так, значит, подписать, да? Да, подпиши. Са-а-а-а. Здесь? Нет. Са-а-а. Здесь? Нет. Са-а-а. Больно. Здесь? Что ты всё заряпала? Тут просто подпись поставь и всё. Да ты шо, 18-й вес чешу. Что ты на меня смотришь? Ты шо, не узнала меня? Раньше нельзя было сказать? Господи боже, на. Ну вот, теперь все по правилам. Теперь все как надо. Теперь берешь этот документ, дуешь с ним в ЖЭК. Значит, шестой этаж, 66-й кабинет. Я сейчас сама тебя покусаю. Почему ты не хочешь меня покусать? Скажи мне правду, скажи. Че ты не хочешь меня укусить? Я поняла. Ты не можешь. Кто не может? Ты не можешь. Все? Кусюн не работает, да? Это же очевидно. Значит, все работает у меня. Да, конечно, да, да, работает. А без таблеточки фистала, наверное, уже и не соснется. Работает Кусюн у меня. Да, могу 150, это 150, ну не 150, 15 женщин за ночь точно могу укусить. Да, да, а так уже полшестого утра, да, не можешь ты укусить. Могу, могу. Не можешь, не можешь. Мог бы укусить, а так же не можем. Ну, наконец-то, свершилось. Я чувствую запах. Это запах крови. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Мда-ха-ха-ха-ха-ха. Что ты ржешь? Иди голову помой запах крови. 300 лет уже не мыл. Иди давай. Что ты 300 лет? Меня в 96-м селяне в проруби тупили. Что ты? Иди давай, стри на него, чтобы гробу мне больше не ел крошки одни остальные. Как я на это второй раз повелся. Так, побубони мне там еще. И когти постриге, а то цокаешь по мрамору, как пес. А я полетела. Это женский квартал. Покиньи здесь смеются над собой. Это женский квартал.